Из чего состоит инвентарь донатера, который задонатил в эту игру больше ста тысяч рублей. Вы чё, ебанутая, что ли? Если не хочешь, чтоб мамка отпиздила, смотри это видео в наушниках. Ну, здравствуй, дружочек. Здорово-здорово-здорово, мой хороший, спасибо, что сюда зашёл. Сегодня у нас такой необычный видеоролик. Так, значит, очень многие, приходя на мой стрим и видя, как мой персонаж охуительно стильно выглядит, спрашивают меня. Отец Евген, покажи-ка нам свой инвентарь, что у тебя есть на складе, какие скины оружия у тебя есть, какие у тебя есть эмоции, какие у тебя есть питомцы и скины на них, форик, блядь, заебал, дай мне ролик снять. Так вот, каждый второй просит у меня показать мой инвентарь. Все знают, что я не ебически крутой донатер, поэтому логично, что у меня очень много вещей. На стримах это всё показывает долго, отнимает время, мне хочется на стримах больше играть, поэтому я решил запилить вот такой вот сегодня интересный видеоролик. И показать вам, мои любимые сынишки, девчульки, друзьяшки, товарищи, хейтеры, тоже у меня есть в инвентаре. Ну, а перед тем, как мы начнём смотреть отцовский инвентарь, я хочу с вами кое-чем поделиться. Смотрите. Видите, да? Вот этот вот красненький значочек, видите, да? Вот этот вот красный, вот этот сокол белый на фоне. Ах, мастер. Я вчера получил мастера. Поздравьте меня с этим. Не спешите расстраиваться и завидовать отцу. Для всех вас есть уникальная возможность точно так же, как я, получить мастера. Мастера, вчера у меня был алмаз. Алмаз один. Сколько бы я не пытался играть, я не мог выбить больше, чем первый алмаз. Я постоянно сливал рейтинг. И вы, наверное, думаете, Евген, блять, если ты так хуёво играешь, то каким, блять, макаром ты смог получить мастера? Как так? В моей группе ВКонтакте есть замечательная услуга по прокачке. Вот она. Отцовский буст. Самый дешёвый буст в интернете на Free Fire. Дешевле только самим. Для всех нубов, для всех, кто не умеет играть, кто кривой, косой стрелять просто, это не их. Заказывайте. Переходите ко мне в группу и заказывайте. Качаем рейтинг за 5 часов. От первого алмаза до мастера на изи. Всего лишь 300 рублей. Делал я это не сам. Я играть не умею. Делает это мой братишка. Его контакты есть в моей группе. Вот он. Заходите к нему на страничку и просто отправляете ему сообщение. Хочу буст. Let's go. И он всё сделает. Вот так вот, братик. Всё очень просто. Заходи в мою группу, заказывай отцовский буст и всё будет заебись. Прокачивайся, становись мастером. И выёбывайся перед друзьями, какой ты, блядь, охуенный игрок во Free Fire. Ссылка на группу и на моего младшего брата в описании под видео. Итак. С чего бы начать? Во-первых, расскажу, что играю я в эту игру давно. Примерно с первого пропуска. В доказательство. Вот мои заработанные жетоны. Как можете видеть, где 19 медалек, это начало моего карьерного пути во Free Fire. Деверт. Я записываю ролик. Прости. Начал я играть ровно тогда, когда был вот этот вот пропуск. Если мне не изменяет память, оставалось там буквально два дня до его конца. Но я, тупой идиот, всё равно его купил. Нахуя? Не знаю. За два дня сумел набрать 19 медалек. С тех пор играю практически каждый пропуск. Были времена, когда я забрасывал, когда я снова возвращался. Но теперь с появлением меня на ютубе играю я намного чаще и стабильно каждый день. На данный момент у меня 49 уровень. В соло. Да вы заебали меня приглашать. Удалю, блять, всех. В соло у меня 1059 матчей. Убийство вы видите сами. Более подробная статистика. Ёб твой рот. Вы чё, блять, меня приглашаете, сука? Топ 10 339 раз. Попадание в топ 10 32 процента. Блять, да вы издеваетесь нахуй. Выстрела в голову 1108. То есть на 2000 убийств половина игроков получили от меня пулю в башку. Максимальное количество убийств в матче 18. И мне кажется, это охуенный результат. Одну четвёртую всех людей на карте я вынес в одного. Пишите в комментариях, какой рекорд у вас. Мне будет интересно с этим познакомиться. Теперь переходим к самому интересному. Из чего состоит инвентарь ёбаного донатера, который задонатил в эту игру больше 100 тысяч рублей. Вы чё, ебанутая, что ли? Ага. 100 тысяч рублей за ёбаные пиксели. Начнём с персонажа. У меня на данный момент есть практически все персонажи, которые находятся в игре. За исключением Алака, потому что этот ёбаный турок мне нахуй не уперся. Я вообще в душе не ебу, кто это такой. И Оливия, потому что я считаю, что этот персонаж бесполезен. Остальные? Блядь, да вы заебали меня приглашать. Дайте мне снять видео, блядь. Самый мой любимый персонаж. Это Мигель. Он у меня прокачан почти полностью. И женский персонаж Лаур. Вот эти два персонажа, на мой взгляд, самые крутые в этой игре. Пишите в комментариях, какие персонажи вам нравятся больше всего. Именно у этих двух персонажей у меня куплено максимальное увеличение навыков. То есть вместо стандартного одного навыка, у меня здесь их три. На мой взгляд, самые крутые дополнительные навыки, которые от других персонажей можно подставить сюда, это специалист по броне и дух гангстера. Всё. Если вы ставите их, вы, блядь, просто профи. Вам нихуя не надо. Вы автоматически становитесь тащером. Идём дальше. Какие у меня есть питомцы на данный момент? Есть панда. По-моему, это самый охуенный питомец в этой игре. Я назвал его Кирюша. Вот он мой сладенький, хорошенький, пухлячек. Скины у меня есть на него все. Но самый крутой, это вот этот вот киборг, блядь. Следующий мой питомец, это Лора. Вот это вот пантера. Это моя тигрица. Цвета Оптимуса Прайма, блядь. Следующий скин, маленький вот этот щеночек механический. Ещё один питомец, это лисичка. Вот это вот красивая лисичка. Вот этих двух питомцев я не брал. Этот мне, честно, не нравится. А на котяру у меня аллергия, поэтому мне нахуй не всралась котяра. Но, так как я кручу часто джекпоты, у меня, блядь, с какого-то хуя есть скины на эту котяру. Думаю, если у меня есть скины, то, блядь, логичнее купить саму котяру. В принципе, логично. Смотрим, что у меня есть на складе. На самом деле... Да вы заебали меня приглашать! Дайте снять видео! У меня огромное количество вещей. Многие из которых я, если честно, ни разу даже не одевал. Ну вот сами смотрите. У меня есть абсолютно, блядь, практически всё. Наушники хип-хопера. Вот такая вот модная, стильная, блядь, хипстерская прическа. Шляпа, блядь, пирата, нахуй. Очки вот этого, блядь, хуй пойми кого, блядь, из первого игроку приготовиться. Любитель VR, блядь. Вот этот японский мальчишечка. Самурай, блядь. Шляпа ковбоя. Красные волосы. Просто есть всё. Даже шляпа шерифа. Даже вот такая вот эксклюзивная кепочка. Один из моих любимых головных уборов, который я очень часто юзил. Огромное количество всяких различных масок. На любой вкус и цвет. Всё, что твоей душе угодно. Сегодня ты можешь быть вампиром, графом Дракулой. Завтра, блядь, ебучим самураем-ассасином. Послезавтра, блядь, Кесси Джонсом из черепашек-ниндзя. Завтра просто, блядь, вот таким вот зомбярой. Даже бумажный пакет на башку можно надеть. Даже, блядь, металлический, блядь, мусорный ящик. Всё, что хочешь, есть у отца Евгена. По футболкам точно так же. Огромный выбор всяких футболочек. Кофточек, броней. Лично мне нравится больше всего вот это вот. Просто я считаю это охуительно. Блядь, а что же вы будете делать? Нахуй в рот ебаться, блядь. Напишите в комментах, возможно ли удалить, блядь, эту хуйню, чтобы меня никто не приглашал в ебучий отряд, блядь. Вот это вот хрен мне очень нравится. Вот этот вот животик, вот этот синенький прозрачненький. Он тоже прям, да, секс. Просто секс. Очень нравится вот эта броня мне. Это прям очень стильно. Очень нравится вот это вот Дракуле с летучими мышками. Вот это самурайская броня. Вот этот вот плащ, это просто, блядь, это просто секс. Вот это тоже очень нравится. Как вы можете видеть, одежда у меня до хера. Какой секси, сверкающей татуировочкой. Просто сок, просто сок, просто прекрасно. У меня просто коллекция шмотек. Как же я люблю шмотки в этой игре. Господи, бог ты мой, какие красивые шмотки. Смотрим дальше. Какие у меня есть штаны? Тоже большое количество. Мне кажется, самые крутые штаны это вот эти вот. Они охутительные. Вот эти. Вот вся обувь, которая на данный момент у меня имеется в инвентаре. Вот такие обычные кроссики. Туфельки. Вот такие вот интересные огненные боты. И костюмы. Есть вот такие вот костюмы, которые нельзя изменить, которые выбираешь, и всё, они одеты на тебе. То есть ты ничего сверху надеть не можешь. Таких костюмов у меня вот несколько. Идём дальше. Давайте сейчас мы выберем женского персонажа. И я вам покажу, какие у меня есть шмотки на женского персонажа. Выбираю мою любимую Лауру. Моя секси. Смотрите, какой у неё красивый лук. Смотрите, какая попка у неё. Так, тихо. За это мне в ебе нет 18+. Поэтому в этот раз без попок. Какие у меня вещи есть для девушки? Ну, у меня есть также практически всё. Самые крутые луки у меня не все имеются. Вот, смотрите, из последнего джекпота. Выбил я его с третьего раза на бесплатных купонах. Я катил бесплатные купоны и с помощью них с третьей попытки выбил вот этот скин. В стандартные всякие шапочки, причесочки, шляпочки. Вот такая вот зэковская панамка. Можно сделать прям такую соску. Такую фрифайерскую соску. Выбор огромен. Выбор огромный. Обувь на любой вкус цвет. Хочешь розовые кроссовки? Вот тебе розовые кроссовки. Хочешь сапоги? Вот тебе сапоги. Вот такая синяя модная обувь стилёвая из последнего скина. Смотрите, как выглядит просто сочно. Просто сок. Смотрим теперь мою коллекцию скинов на оружие, на доски. На рюкзаки и так далее. Фон. В основном все эти фоны, они были заработаны на пропусках и на каких-то событиях. Типа Хауина, Нового Года в прошлом году. Вот мои аватарки. Тоже большинство аватаров взяты из пропусков. На данный момент у меня стоит аватар, который дают за достижение мастера. Если люди видят эту аватарку, они сразу знают. Ну всё, блядь, передо мной профи. И бегут, блядь, от тебя только пятки и сверкают. Большая коллекция различных рюкзаков. Буквально 2-3 рюкзака я купил в магазине за алмазы. За остальные все даются пропускам. Вот такой вот интересненький. Вот такой вот из последнего пропуска, который сейчас идёт хоккейного. Лутбоксов не так много, но они прикольные. Самый любимый мой лутбокс с недавних пор это вот этот вот красник. Он выглядит прям шикарно. Парашютов у меня, наверное, самое наибольшее количество из-за этого списка. Большинство из них давались за какие-то события, за пропуска. Самые мои любимые парашюты это вот этот вот, который я купил в магазине. Наверное, единственный парашют, который я, блядь, купил в магазине. Остальное я всё выбивал в джекпотах. Доски это одно из моих любимых, что есть в этой игре. После скинов на оружие. Доски это то, что хочется реально коллекционировать. Посмотрите какие-то. Дымок из неё херачит. Аз этой херачат звёздочки такие. Ммм, песок, просто сок. Тут бёрышки, смотрите. Смотрите, а это в честь Хэллоуина. Хуйня, конечно, но пусть будет коллекция. Песочек. Здесь звёздочки тоже, он такие вот, пепел такой. Какие красивые. Какие хорошие. Пишите в комментариях, сколько досок у вас. У меня вот их столько. Сейчас мы заговорили о досках, и я вспомню, что в магазине есть охрененные доски, которых у меня почему-то до сих пор нет. Вот это вот, смотрите, с пёрышками. Охрененная доска, да? Покупаем. Ёпт. Делаем скидочку, берём. Новая доска в коллекции на ваших глазах. Вот эта вот гейская, вот такая вот, для заднеприводных пацанёнков. Но это ни о чём. Это покупать я не буду. Это херня. Если кто-то захочет подарить, пусть подарят, но мне будет её стыдно показывать. Но покупать я сам её не буду. Это заупа. Это заупа какая-то. Смотрим то, ради чего вы зашли на этот видос. Узнать, какие скины есть у отца. Смотрите. Такая вот эмочка. Правда, какого-то хера она у меня выбита не навсегда, на 22 дня. Но сейчас таймер пройдёт, будет там один день оставаться, и я добью её, блядь. Выбью её навсегда. Чё за девать быть не должно. У отца всё должно быть навсегда. Вот такая вот эмочка есть. Одна из самых топовых в этой игре. Вот такая вот есть. Как говорят многие игроки, это самое топовое оружие на сегодняшний день в этой игре. Вот эта эмка, это топ. Вот такой вот дробовик, смотрите, огненный. Тоже выбить не навсегда, но скоро мы это исправим. Калаш, один из моих любимых тоже. Смотрите, амп, вот такой вот есть. Такие вот интересные скинчики. Такой. Ой, пойми, почему у меня два одинаковых скина, один на постоянку, другой на один день. Чем они отличаются, я не понимаю. Вот такой вот интересный скин. Он, конечно, ничего не добавляет оружию, но скин выглядит прикольно. На МП-5 немного скинов, но чё-то есть. Вот такие вот два интересных скина. На М-14, вот такой вот интересный. На Скар, вот такой вот скин. Это один из моих любимых скинов в этой игре. И честно вам скажу, вот этот скин, он, блядь, прокрит. Сколько я не пытался его выбивать, с самого начала появления его в этой игре. Сколько бы я не пытался его выбивать, он на постоянку у меня всё никак, блядь, не выпадет. Постоянно, то на день, то на три, то на семь. Сейчас он 40 дней у меня. Вот такой вот на ВСС, его давали в пропуске. На Грозу. Да ёпт ваш рот, вы заебали меня приглашать! Дайте мне снять видео, блядь! Вот такой вот скинок на Грозу. Через пять часов он у меня уже, конечно, пропадёт. То есть, когда этот ролик выйдет в сеть, этого скина у меня, блядь, его не будет. Одно из моих любимых оружий в этой игре, идеальное для дальнего боя, это МП-40. На неё у меня есть вот такие вот скины. Механический, как сказал ОВЕЛИКИЙ СМАЙЛ! Именно вот этот скин самый крутой. Удар молнии. Вот такой подлый клоун. Это один из самых новых скинов. Тоже у меня выбить не на постоянку, всего лишь на месяц. Один из первых скинов на оружие лично у меня. По-моему, его давали за обмен жетонов. Как бы я хотел такую сковородочку иметь в жизни. Я бы на ней каждое утро со сесоны жарил. На Паранг у меня есть РЫБОМЕЧ. Самый уёбичный скин в этой игре. Вообще непонятно, что он тут делает. И вот такой вот ОГНЕННЫЙ КИНЖАЛЬЧИК. На ПУЛЕМЁТ у меня вот этот вот подзаупный красный, который давали в последнем пропуске. Как по мне, скин полная хрень. Но на Безрыбье и РАК РЫБА. Скинов больше никаких у меня на это оружие нет. На гранатомёт. Недавно выбил в кейсах вот такой вот. Ооо, а теперь моя самая любимая пушка. Я не устану говорить, но ФАМАС это самое крутое, что есть в этой игре. Запомните, ФАМАС это сила. Самый мой любимый скин на это оружие это вот это вот аниме. Синее свечение, вот это вот секси, оно прям, оно смотрится охрененно. Вот ты бежишь по карте, у тебя ФАМАС на спине, он так светится, так красиво. Не могу не надюбоваться. Вот такой вот ещё интересный скин. Мне он чисто нравится внешне. В бою полная хуйня, но внешне выглядит красиво. То есть если использовать ФАМАС чисто ради декора, чтобы ты бежал по карте там с эмкой, а сзади у тебя такой ФАМАС торчал, и все думали, ооо, нихуя себе, отец ты секси. Вот для этих целей можно использовать. В остальном он нахер не нужен. Бита. Блять, почему у меня скины не показываются в этой игре? Вот здесь должна быть бита с гвоздями. Прикольная, красивая бита, с которой я бегаю. Но почему-то здесь она не показывается. Короче, у меня здесь есть бита с гвоздями и кукурузная, хуй пойми, что за палка. Вот этот автомат XM8, у меня вот такой вот клоунский скин. Честно, мне этот автомат вообще не нравится. Я его юзал буквально два раза и понял, что это залупная хуйня. Напишите в комментариях, как он вам. Используйте его или нет. Лично я? Нет. Баха, блять, вы заебали. Дайте мне видео записать нормально. Заканчиваю, блять. Сука, нафиг. На дробовике у меня вот есть вот такой вот скинок. Вот такой вот интересный скинок. И вот такой вот интересный скинок. Честно, я дробовики не очень люблю. Я не умею с ними играть. Мне больше нравится MP40. В ближнем бою я использую только MP40. Ни в одной игре. PUBG, Free Fire, Call of Duty, Battlefield. Нигде я не использую дробовики. Я ненавижу всей душой дробовики. На петуха у меня есть два скина. Вот этот вот. Блять, какой же охуенный скин. И вот такой вот скин хуйня. А вот это топ. Вот это надо сейчас выбить. Сейчас я закончу записывать видео. Пойду задоначу миллион, блять, алмазов. И буду пробовать выбивать вот этот вот скин. О, нахрене. На катану вот этот вот скин, который давали в самурайском предпоследнем пропуске. На гранаты вот такие вот скины. Непонятно, почему у меня два одинаковых скина. Показываются как разные. Почему это так, я не знаю. Разработчики Free Fire, пожалуйста, разберитесь с этим. И удалите один из этих ёбаных скинов. Одинаковое мне в коллекции не нужно. Но одна из немногих вещей из последнего пропуска, которая более-менее нормальная. Всё остальное в этом пропуске залупа. А это более-менее норм. Транспорта у меня тоже до хера. Вот такой вот золотой секси джеб. Вот такой вот красненький. На амфибию у меня есть вот такой вот скин. Давали тоже в стареньких пропусках. На байк вот такой вот скин. И на тук-тук вот такой вот скин. Его давали в геймерском пропуске. С эмоциями на самом деле всё печально. Честно, у меня их не особо много. Большинство эмоций у меня закрыты. Вот вы можете видеть это сами. Я благополучно всё проебал. Когда их раздавали, когда их можно было заработать, я этого почему-то не сделал. И честно, мне обидно и печально. Поэтому, ребят, если у вас есть возможность как-то помочь отцу Евгену и подогнать эмоции, пожалуйста, сделайте это по-братски, а. Мне бы очень хотелось вот эту вот эмоцию. Вот эту вот. Вот эту вот. Вообще топчик. На данный момент у меня есть вот эти. Смотрите. Вот такая вот. Привет. Вот такое вот ха-ха-ха смешно. Вот это вот ты отстойник. Вот это вот давайте похлопаем. Вот это типа дебим. Вот это вот волна, типа эмофлексер, блять. Вот это типа осильный. И вот это типа прыжок. А ещё вот это типа танцую, блять. Хай! Хо! В коллекции всё. Ещё у меня на складе есть расходник. Вряд ли это кому-то интересно, но всё-таки покажу. Различные расходники, которые у меня по какой-то неизвестной мне причине всё копятся, копятся, копятся и копятся. Их у меня тут что-то, блять, слишком много каких-то ненужных прибамбасов, которые невозможно обменять. Но пусть будут карточки, которые тоже у меня уже на протяжении, наверное, полугода никак не кончаются. На данный момент у меня есть вот эти вот лутбоксы. Давайте, кстати, их и откроем, блять, хули нет. Посмотрим, что тут попадается. Может, что новенькое будет. Откуда они у меня появляются? Я тоже в душе не ебу, просто захожу иногда, обновляю. Смотрите, он выбил калаш какой-то. М-ка. Розовая, кстати. О, смотрите. Только что выбил Скар. Охрененно. Вот, в принципе, и всё, наверное. Ну, ещё вот здесь вот у меня карт. Схрона дохерища, 130 штук. Авиапосылок, блять, уже 300 штук. Кастров, 255. Жетон охотника, 54. Ну, в принципе, и всё, ребят. В принципе, вы только что посмотрели полностью мой инвентарь. Кому было интересно, я очень рад. Не забывайте подписываться. Блять, самурай, дай мне снять концовку, блять. Не забывайте подписываться на канал, жать лайки. Да ёб твой рот. Дайте снять концовку, блять. Ну, вроде бы всё. А, да. Не забывайте заказывать отцовский буст. Будете самыми крутыми среди своих друзей и пацанов во дворе. Будете ходить в её ботсы. Смотри, у меня есть мастер. Ссылка на группу в описании под видео. Там же всякие приколюшки, новости, обсуждения, рассылки и охренительные конкурсы. С вами был Отец Евген. Всех обнял, всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!